Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлава. У меня сегодня необычный выпуск, так как я блогер, мне дали на обзор Volkswagen Taos. Причем самое интересное, что я его успел заказать до этого, то есть я себе беру такую машину, не такую, а в базовой комплектации, поэтому буду сегодня рассказывать об этой машине, буду рассказывать о базовой комплектации, ну и на сегодняшний день это самый дешевый кроссовер от Volkswagen, это такой Тигуан для бедных. В общем, давайте посмотрим, узнаем, что это такое, погнали! В принципе, это Skoda Karoq, которая уже есть на российском рынке, ее собирают в Нижнем Новгороде, там же и Skoda собирают, единственное, поменяли значки, ну и чуть-чуть поменяли по оформлению. Есть несколько комплектаций, базовая комплектация Taos начинается от 1,6 млн, там с копейками, потому что цены постоянно то падают, то растут, в основном, конечно, растут. Вот, соответственно, на данный момент, грубо говоря, 1,7 млн вы берете себе Volkswagen. По габаритным размерам это практически Тигуан, он меньше на 8 см, чем Тигуан внешне. Я сегодня, кстати, сравню внешний Тигуан, чуть-чуть попозже, обязательно увидите. Я утром, когда забрал ее с тест-драйва, встретил товарища на Тигуане, и мы так быстренько сравнили. Это не специальная история, я приехал к нам товарищу, а он такой подъехал. Давайте сравним для прикола. Ну, вы хоть человек, и знал, что. Вот так вот, я потом внутри все покажу, я просто мешаю, чтобы, вот, типа, напусить. Вот он сзади. Диод захламленный багажник. Видите, да? Он огромный кучу мест. Я потом уберу, покажу, нормально. Виртуарек, ой, Тигуан. Ну, скучновато. Ха-ха-ха. Сзади. То же самое. И маленький багажник. Вот. Маленький. Да? Заметили, друзья, разницу? Ладно, внешне давайте посмотрим. То же самое, только на полмиллиона дешевле. А, не, вот товарищ говорит на миллион, да? На миллион дешевле, короче. Ну, не знаю, прикольно. Вот так автомобиль выглядит сзади. Мне не нравятся вот эти штуки, вот эти псевдо-выхлопные трубы. Зачем это сделано, непонятно. Вот. Эта комплектация Joy, она является, ну, типа, флагманской, да, такая молодежная. Вот. Мне понравился багажник. На самом деле большой. У меня сейчас, я езжу на Nissan Qashqai, и у меня багажник меньше. И, в принципе, Nissan Qashqai, он же, как в этом же классе, на самом деле. И по цене примерно то же самое. Но Qashqai, в принципе, автомобиль поменьше. Немножко. Вот. Большой багажник, 500 литров. Это все дело складывается, естественно. Вот. Везде есть всякие электроприводы. В базовой комплектации электропривода не будет. Вот так это дело выглядит внутри. Места достаточно много. Мне, чтобы самому за собой сесть, там вообще невероятное количество места. Вот. Там просто сейчас детские кресла. Детям очень нравится машина, она забавная. Так, здесь из прикольного, того, что у меня, например, не было, мне очень нравится этот подлокотник. Кто ездил на Qashqai знает, что он есть, но я кротышка, и он где-то вот там, сзади, и у меня подлокотник, я им никогда не пользуюсь. Здесь прям, ну, сразу-сразу стало удобно. Здесь климат-контроль. Вот эта вот штука может вас, наверное, смутить, оранжевая, но это только в данной комплектации. В комплектации Joy, во всех остальных, будет нормального человеческого цвета. Обивка сидений, обратите внимание, это вот такая вот серая штука, причем во всех комплектациях. Вот такой светлый салон, честно, мне не нравится, ну, как-то это несерьезно. Я, когда придет машина, я себе закажу черные чехлы, и будет вообще топчик, на мой взгляд. Вот, здесь прикольная штука для телефона. Тут для телефона, здесь вот, видите, два отверстия для карточек, тоже неплохо. Вот, еще из интересного, то, что мы с ребятами для себя отметили, что есть такая вот полочка, на которую можно что-то положить. Потому что сейчас многие делают такие покатые торпеды у того же самого Nissan, и ничего не положат. Тут можно положить. Я катаюсь на ней уже 4 часа, заехал ко всем друзьям, всем показал, все обсудил. Вот, давайте про управляемость и внутренности машины расскажу. Из-за того, что у меня нет, что здесь есть, потому что, в принципе, понятное дело, что Qashqai и Taos, это прямые конкуренты, они по цене даже примерно одинаковые. Но еще Skoda Karoq, Skoda Karoq, это то же самое, что и это, только Skoda. Вот, ну, во-первых, нет приборов таких аналоговых со стрелочками здесь, то есть здесь уже экран, здесь, понятное дело, экран. Вот, самое забавное, но не забавное, вот эта вот штука, вот, видите, управление кондиционером, все такое. Она, в принципе, здесь была не нужна, потому что есть вот такая вот штука, вот, то есть вот это все, видите, отдублировано здесь. Зачем? Ну, непонятно, то есть, не, ну, кому-то, наверное, по приколу крутить вот эти штуки, мне по приколу крутить эти штуки, а так, в принципе, все здесь вот управляется. Сюда можно закачать приложения различных, сейчас здесь вот стоит Яндекс.Навигатор, вот, то есть можно поставить YouTube, смотреть кинцо, все такое, ну, короче, прикольно. Вот, здесь автоматическая коробка передачи, это комплектация Joy, здесь восьмиступенчатый автомат. Еще есть базовая комплектация, можно на ручке, можно на шестиступенчатом автомате взять. Из минусов, из минусов, что здесь? Здесь она, она максимально деревянная, то есть здесь вот все, вот это вот, это дрова, такие прям, причем у русских даже машин нет уже таких дров, это прям Рено в Логане, я сижу, как будто в Логане, то есть у них во всех комплектациях вот это, нигде нет мягкого салона. Как объяснили в салоне, это типа машина пришла к нам с американского рынка, и для американцев не принципиально мягкость торпеды. Вот, мне, в принципе, тоже не принципиально, но как-то вот не по приколу. Вот, и самый раздражающий фактор в этой машине, кстати, шумоизоляция потрясающая, вы слышите, вообще классно, мне нравится. В Qashqai не так, опять же, сравнивая с Qashqai, слышно, по сути дела, ток двигателя, и вот сирена проехала. Так, раздражает, что? Это звук поворотника, это ужасно, это какой-то чертов метроном, он невероятно громкий и бесячий. Сейчас включу, сейчас будет перестраиваться, внимание. Бесит? Меня, да, вот честно. Вот, я понимаю тех людей, которые не включают поворотники, знаете, на их проезде, наверное, у них такой звук поворотника, и они, наверное, не включают. По управляемости, на самом деле, все то же самое, что у Qashqai, не знаю, где-то я в обзорах смотрел, что, типа, тут острее руль, все то же самое. Ну, как по мне, то есть, вот, информативность, один в один, такая же машина. Вот, единственное, что, ну, кажется, что она большая, потому что это прямой большой капот, он такой, достаточно массивно выглядит. Вот. Есть драйв, в этой тачке есть драйв, сейчас включу. Ну, не драйв, есть вот спорт режим. У-у-у, поехали быстро. Мне кажется, я сейчас провернусь. Тут передний привод, есть полноприводные версии. В чем прикол этой машины, в том, что на данный момент это самый дешевый кроссовер, ну, это самый дешевый кроссовер в Volkswagen. То есть, если хотите Volkswagen, то вот он вариант. А, в принципе, почти то же самое. Ну, то есть, это Тигуан для бедных. Тигуан для бедных, то есть, он начинается, там, миллион шестьсот с копейками, Тигуан от двух начинается, то есть, если брать топовые версии, то Тигуан будет, там, на миллион и полтора дешевле. Вот. Хочется дешевых понтов, вот, пожалуй, вот это вот дешевые понты. Пойдемте глянем на движок, хотя я в этом ничего не понимаю, но вдруг вы скажете, ну, не показал движок. А как он открывается? Я же никогда это не делал. Я еще движок вам не покажу, представляете себе прикол. Так, у Кашкая был вот здесь вот рычажок. Оп, я нашел. Вот он. Такая вот история. Так, здесь 1.4 турбированный движок, есть еще 1.6 атмосферник, он идет только в базовых комплектациях, атмосферник, это идет во всех остальных. Вот такой вот, 150 лошадиных сил здесь, в базовой комплектации есть 110 лошадиных сил, это то, что я взял себе, потому что сейчас у меня Кашкай 2-х литровый атмосферник, и мне вообще не нравится, сколько он жрет. У меня Кашкай жрет 10 литров при любом раскладе. Вот, это очень много. У меня до этого был Кашкай с подобным движком, 1.6, 115 лошадиных сил. Мне нравилась его прожорливость, и он ел что-то около 7 литров, и было классно. 10 литров, это многовато, на мой взгляд. В общем, вот, друзья, если разбираетесь, смотрите, пишите в комментариях, что это такое. Я не шарю, я у машин редко лезу под капот, потому что у меня обычно машины на гарантии и новые. Немножко о подсветочке поговорим. Видите, тут полосочка. Вот так экранчик светится, здесь полосочка есть, цвет меняется, кстати говоря. Ну, вот так. Он стал фиолетовым, видите. Желтый. Можно синий. Вот синяя подсветка. Все штука включается автоматически, когда вот мы заехали, мы просто заехали на подземный паркинг. Видите, все сразу включилось. Ну, такой и стали. Белый ставим, получается. Синий здесь, синий, да? Все, оставляем синий. А давайте я все-таки сам за собой сяду. Ну, понятное дело, тут вот эти все настройки тоже есть. Вот. Но, опять же, вот в электроприводах сидений я не вижу смысла. Я езжу один на машине, у меня жена не ездит, дети маленькие. И, соответственно, один раз настроил и забыл, зачем за это платить. Я не понимаю. Вот. Сажусь сам за собой. Сейчас уберу детское кресло. Я мелкий, во мне метр семьдесят. Хоп. И вот так это выглядит. То есть я там сидел комфортно, и у меня 30 сантиметров перед ногами, представляете? То есть, ну, это реально вот ощущение, что я в лимузейнище. Жаль, не раскладываются, ну, то есть нельзя регулировать спинки. Это, конечно, плохо, но ни у одной машины в подобном классе не регулируется спинка. Раскладываются один к трем. То есть, ну, достаточно стандартно. Вот. Из-за того, что низкий багажник, нельзя сделать общую линию, но и так нормально. Вот. В нормальных комплектациях, в комплектациях дороже, есть подлокотник у задних пассажиров. Он раскладывается. И там есть такой лючок, и можно дальномеры совать. Это тоже прикольно, кстати. Но здесь такого нет. И в базе такого тоже не будет. Что еще есть в базе? В базе сразу идут рейлинги. Вот. Вот так машина же. Я твой рот шатал, эй. Но, кстати говоря, я уже поездил. Очень жесткая машина. Вообще, по сравнению с Кашкаем. Вот тут Кашкай, кстати, прям выигрывает на самом деле. Вообще, просто каждый камешек, прям чувствую, с пятой точки. Здесь рейлинги в базовой комплектации. Сразу они идут. Вместе, получается, с приборной панелью. Ну, такой, не аналоговой, да. Там монитор стоит. Рейлинги, оптика. Все это в базе уже как бы есть. Вот такая вот, друзья, машина. Сегодня на обзоре у меня была. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Вот. Когда ко мне придет моя машина в базовой комплектации, белого цвета, я сниму на нее тоже обзор. Миклуха МакФлай, подписывайтесь. Пока-пока. Миклуха МакФлай.